Всем привет! В эфире Newsbox! Меня зовут Даяна Брют. В мире шоу-бизнеса и музыки всегда происходит множество интересных и ярких событий. Если вы хотите узнать о них подробнее, тогда смотрите Newsbox на Russian Music Box. Начинаем! Кто? Где? С кем? Когда? Главные сплетни мирового шоу-бизнеса. Могут ли каверы быть лучше оригиналов? Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Newsbox. Из рубрики «Мировые новости» вы узнаете о самых свежих и интересных событиях зарубежного шоу-бизнеса. Чем удивили иностранные артисты этой весной? Подробности прямо сейчас! Каждую неделю мировые знаменитости создают повод для сплетен. Например, на днях в Англии был украден единственный экземпляр предыстории знаменитого Гарри Поттера. У полиции автора Джоан Роулинг пока нет подозреваемых. Текст размером 800 слов рассказывает о событиях, произошедших за три года до рождения Гарри Поттера. Главные персонажи этого небольшого приквела – отец Гарри, Джеймс Поттер и его крестный Сириус Блэк. На своей странице в Твиттере Роулинг призвала поклонников саги не покупать данный экземпляр, если он будет размещен в интернете на продажу, а не медленно связаться с полицией. Звезда «Сумерок» Ники Рид и главный герой сериала «Дневники вампиров» Йен Саммерхолдер станут родителями в первый раз. Ники и Йен выложили на своих страницах одинаковые фото, на котором Рид предстала с большим животом, который нежно целует Саммерхолдер. Под трогательным фото, на котором актриса продемонстрировала свою беременность, она призналась ребенку в любви и подчеркнула, что не может дождаться встречи с ним. Кто будет первенцем в звездной семье, мы узнаем совсем скоро. Звездные супруги Джоли и Питт тайно встречаются. Отмечается, что Анжелина и Брэд в последние несколько недель очень часто виделись, но тайком от детей, чтобы не смущать наследников. Голливудская пара якобы решила не горячиться и начать работу над налаживанием своих отношений. Джастин Бибер последовал моде на украшения для зубов и украсил свой рот золотом и сапфирами. На свою прихоть певец потратил 15 тысяч долларов. Украшение под названием «Грилзе» рассчитано на 6 верхних и 6 нижних зубов Бибера. Поклонники певца отнеслись к такому украшению неоднозначно. А пресса и вовсе высмеивает исполнителя, ведь в последнее время он все больше времени проводит в ночных клубах и в интернете, создавая новые скандалы. На днях в одном из московских клубов музыканты «Джукбокс Трио» представили концерт в оригинальном майском формате. Артисты к майскому концерту практически полностью обновили кавер-программу и спели главные хиты собственного сочинения. Подробности из репортажа Анастасии Коневой. Мы находимся на закрытом концерте для друзей у группы «Джукбокс Трио». Билетов на него не продавалось, а попасть можно было, только если у тебя есть вот такая вот джукболка. В клубе «Москва» состоялся концерт для друзей группы «Джукбокс Трио». Вход был свободный, но со строгим дресс-кодом. В зал смогли войти только друзья артистов в фирменных джукболках, футболках с логотипом группы. Музыканты фактически разделили свой концерт на два блока. Первым были исполнены каверы на хиты последних лет, а во втором преобладала музыка 90-х. Мы просто показали, как работает наше ухо, как работает наш глаз, как мы слышим другие песни. Хайпанули. Хайпанули на чужом. В репертуаре у коллектива огромное количество песен. Но почему на концерте выбор пал именно на эти? Мы были такие серьезные пацаны, которые слушали Queen Beatles, Radiohead, Doors. Еще параллельно мы росли в Казани в 90-е. Это действительно хорошие тексты, хорошая мелодия, и мы решили, что мы сможем из этого сделать что-то свое еще. Сколько стоит отдых артистов? Может ли Александр Анатольевич пробежать 7 километров? Узнайте об этом завтра в 19.00. Не пропустите. Вот и все. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке. А также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами была Даяна Брют. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»